исчезновение автор евгений разум микроавтобус газель разрезал ночную темноту светом своих фар дождевые капли растекались по его белым бортам от чего корпус поблескивал под фонарными столбами встречные машины дальним светом освещали надпись прокуратура газель свернула к большому зданию и остановилась затесавшись между другими машинами с проблесковыми маяками на крышах боковая дверь отъехала в сторону и из салона стали вылезать пассажиры пара женщин и мужчин своими большими папками прикрывали головы и спешили укрыться в здании от мелкого дождика владимир вылез последним на секунду задержавшись чтобы закрыть дверь вдруг он ощутил на себе чей-то пронзительный взгляд глаз опытного следователя окинул окрестности ища источник своего беспокойства угла здания прячась в тени от света фонарей притаилась фигура длинный балахон скрывал все тело падая почти до самой земли капюшон накинутый на голову не давал возможности рассмотреть лица незнакомца волоть ну что ты там застрял крикнула одна из женщин придерживая входную дверь в ожидании владимира сейчас галь крикнул владимир в ответ всего на секунду он отвлекся на женщину а когда снова посмотрел на угол здания фигуры там не было а вместе с ней и пропало странное ощущение тревоги что за войдя в здание владимир махнул рукой дежурному и не останавливаясь пошел дальше но его остановил коллега из другого отдела ну что там да ерунда махнул рукой владимир зря только в такую погоду из кабинета выходил подростки попадались лестницы недостроя криминала нет никто не пьяный не обколот случайность не повезло хитро улыбнулся мужчина а у меня вот дело интереснее получается владимир посмотрел на него искоса ожидая продолжения коллега открыл папку которую держал в руках и протянул ему лист владимир взял его и направился к лестнице читая на ходу но с каждым шагом он замедлялся а его взгляд становился все более удивленным последние строчки он дочитывал уже стоя на месте это как буквально выдохнул владимир вот так причмокнул губами коллега я и сам не знаю что мне теперь с этим делать пошли в кабинете расскажу все подробности он рукой толкнул владимира в спину входная дверь отворилась мощные сапоги тяжелой поступью шагнули на обшарканный линолеум высокая фигура в балахоне вошла в дверной проем чуть не задев краем своего капюшона верхний косяк дежурный в это время весело разговаривал со своим сменщиком выданная им шутка вызвала громогласный смех у обоих фигура подошла к окну отдела дежурного и остановилась струйки дождевой воды тихо стекали с его балахона незнакомец держал руки на груди заправив одну в руках другой простите сказал он низким голосом даже для баса дежурный уже готовы измениться в лице сменив веселье на надменную усталость повернулся к нему и оторопел от незнакомца повеяло неким холодом дежурный почувствовал как кровь прильнула к его лицу и застучала в висках он не видел лица мужчины только сухие потрескавшиеся губы мощный подбородок и часть щеки с глубоким шрамом кто занимается розыском пропавших спросил мужчина его нет произнес заикаясь дежурный он уже домой ушел подходите завтра к девяти утра дежурный обернулся на своего сменщика который в отличие от него стоял весь бледный слышь завтра заявы принимаем спросил дежурный в пол голоса сменщик закивал головой мы всегда принимаем выдохнул он завтра к девяти повернулся дежурный к незнакомцу и осекся на полусловие никого не было дежурный вскочил со стула и прильнул к пуленепробиваемому стеклу чтобы лучше рассмотреть коридор но там было пусто рабочие будни частного сыщика похожи одни на другие почти все заказы одинаковы неверные супруги раздел имущество и любовь не разделенная с одной стороны и не настоящая с другой вот и сейчас перед виктором на столе ждет своего заказчика стопка доказательств неверности супруги на одной из них виктор заострил особое внимание эта фотография получилась у него особенно хорошо пожалуй единственное что можно отточить из своих профессиональных навыков на этой работе это искусство фотографии как фотограф виктор пытался ловить нужный момент затаив дыхание прикладывал палец кнопки боялся моргнуть подобно снайперу он отслеживал биение своего сердца и между его ударами нажимал на затвор все остальное малоприятное копошение в чужом грязном белье вот и оставалось приобщаться к фотографии одно из его фото получилось таким что просто жаль отдавать его заказчику неизвестно что он сделает с ним порвет от ненависти сожжет или оставит своей уже бывшей супруги а такая красота достойна как минимум галереи даже и не скажешь что она сделана из-под тяжка виктор смотрел на фото восхищенным и в то же время печальным видом да такова работа сыщика мало приятного зато и деньги за это платят немалые хоть какая-то компенсация потому появление на пороге его офиса старого друга из полиции виктор воспринял как отдушину поздоровавшись владимир вальяжно расселся на мягком стуле перед столом виктора ну и как она спросил он с легкой улыбкой как сам видишь вздохнул виктор в ответ и вновь опустил взгляд на фотографии владимир взял одну из них и тут же усмехнулся поняв что на ней изображено все рогоносцам помогаешь лучше на эту посмотри виктор протянул ему лучшую из своей коллекции владимир смотрел на нее взглядом настоящего критика хотя сам мало что понимал фотографии талант он вернул фото на стол я еще со школы говорил что ты не тем занимаешься ну а как сама работа по глазам вижу что ни черта не радует вот тут ты прав ответил виктор с печалью в голосе измены дележки имущества детей сбережений уже поперек горла это все стоит а хочешь дело поинтересней владимир посмотрел на виктора с хитрым прищуром вопрос с подвохом собственно за этим я и пришел владимир полез во внутренний карман своего пиджака без вести пропавших искал когда-нибудь было дело виктор махнул рукой одна нашлась на даче у любовника а другой ушел в запой спустя неделю явился из иркутска зачем туда уехал сам не помнит владимир достал фотографию и протянул ее виктору на фото застыл молодой человек короткие темно-русые волосы с редкой сединой правильные черты лица и какой-то отстраненный взгляд серых безжизненных глаз мстислав владимирович мировой сказал владимир это он пропал спросил виктор разглядывая фотографию и ты предлагаешь мне искать его разве полиция сама не может справиться смеешься скривился владимир у нас и так дел по горло но ты даешь усмехнулся виктор мне вас учить опросите родственников друзей и знакомых может где женщины завис а может и враги есть тряхни их и они расскажут где тело зарыли владимир с улыбкой слушал своего друга а если нет никого спросил он когда виктор замолчал ни первого ни второго ни третьего то есть как нет удивился виктор и тут же насторожился нет родственников друзей раз-два и обчелся и те знают что он ценит уединение а про врагов вообще ничего не известно а прошлое ничего развел владимир руками не привлекался не замечен не состоял и кто же подал заявление уже серьезно спросил виктор явно заинтересовавшийся этим делом владимир это понял и с удовольствием отметил это для себя директор магазина где мстислав работал продавцом ответил владимир тот не вышел на смену на звонки не отвечал дверь не открывал директор выждал три дня как полагается и написал заявление а что самое интересное знаешь и что же он пропал из закрытой квартиры на лице владимира вновь появилась таинственная улыбка теперь виктор смотрел на него вполне сосредоточенным и серьезным взглядом вы квартиру вскрыли уточнил он владимир кивнул его одежда и обувь на месте деньги документы телефон дверь закрыта изнутри окна тоже даже компьютер работал только в спящий режим ушел и куда он мог пропасть спросил виктор твои предположения владимир развел руками и покачал головой виктор усмехнулся вот я и хотел попросить тебя помощи сказал владимир криминалом тут и не пахнет а ты мне уже много раз жаловался что еще ни разу не получал настоящего дела вот тебе и загадочное исчезновение он еще раз покосился на стопку фотографий на столе виктор проследил его взгляд выбор за тобой добавил владимир они поднялись на пятый этаж где владимир аккуратно сорвал с двери бумагу с печатями и надписями опечатана виктор сразу обратил внимание на раскуроченный замок двери и помятый возле него дверной косяк это мы пояснил владимир говорю же дверь была закрыта изнутри защелка там есть он пальцем указал на пустое отверстие в замочной накладки когда открыл дверь вернее было ее только изнутри закрыть можно они прошли в прихожую виктор посмотрел на уличную одежду свисавшую с вешалки и обувную полку с парой мужских туфель покрытых уличной пылью его одежда и обувь сказал владимир обычная двухкомнатная квартира еще советская мебель пол покрывала пара давно не пылесосных дорожек вместо компьютерного стола в углу возле окна стоял обычный письменный стол с персональным компьютером в противоположном углу висела хоруквь с ликами богоматери и маленького иисуса виктор осмотрелся за исключением обычного бытового беспорядка квартира выглядела целой владимир провел пальцем по полке шкафа и показал густой налет пыли на нем виктору холостяк усмехнулся он да кивнул виктор женской руки тут явно незаметно да и одежда в прихожей рассчитана на одного получается не врали тебе его знакомые он действительно жил один это так в общем как видишь квартира цела ни следов борьбы ни крови отпечатки исключительно хозяина квартиры а его самого нет просто растворился в воздухе виктор подошел к книжному шкафу на одной полке стояли труды по истории вместе с книгами в стиле фэнтези по черной и белой магии и альтернативной физики одна из них выдавалась из общего ряда виктор взял ее никола тесла гений или безумец он открыл ее на закладке пара строк в тексте была подчеркнута авторучкой вступление в резонанс электромагнитного поля с природным эфиром может привести к его воспламенению и выжиганию что в свою очередь приводит к понижению электропроводности воздушного пространства виктор выпятил нижнюю губу и покачал головой интересно что было у него в голове произнес он и закрыл книгу вот и разберись что у него там творилось владимир усмехнулся и кивнул на столик в центре комнаты на нем среди листов бумаги лежал некий прибор на куске дерева перепачканного термоклеем и со следами ожогов от паяльника были неаккуратно приклеены высоковольтные модули медные пружины боксы для батареек колодки и все это было окутано целой паутиной проводов что это спросил виктор не знаю пожал плечами владимир наши технари даже и голову ломать не стали сказали что это просто конструктор просто куча проводов и деталей сваленных вместе никакой функциональности этот прибор не соответствует зато телефон и портит на ура то есть виктор покосился на владимира создает мощное поле которое выводит электрику из строя на расстоянии с десяток метров ответил владимир и пожал плечами просто малыш решил поиграть в электрика виктор посмотрел на него с некой укоризной почему малыш потому что все с кем нам довелось поговорить описывают мстислава как сильно выросшего ребенка а электрика мы его учительницу физики отыскали она сказала что потому и запомнила его что он мог стать вполне успешным учеником если бы не проявлял мало интереса к учебе виктор взял один из листов бумаги лежавших возле прибора там карандашом были зарисованы схемы не чертежи со всеми полагающимися обозначениями а просто рисунки обозначавшие различные местоположения пружин и проволоки на других листах были изображены изгибы напоминавший текст виктор всмотрелся в них но ни слова разобрать не смог владимир заметил что он разглядывал даже и не пытайся сказал он там не по-русски расшифровали а чего там расшифровывать парень просто изгибал проволоку и повторял тексты на древних языках там и латыни руны и даже клинопись приклеивал к доске а потом пропускал через нее электрический ток чего он добивался таким способом понятия не имею все ясно по крайней мере хобби нашего клиента ясно это верно вздохнул владимир и все что ты видишь перед собой было заказано по интернету он даже и не знал что этот хлам продается в торговом центре в паре кварталов отсюда друг его мне это сказал мы посмотрели его заказы в интернет магазинах тысяч на десять на заказывал а потом еще и ждал пока это все поставит дружественный китай короче наш мстислав не от мира сего ага задумался виктор книги по альтернативной физике схемы и прибор думаешь зацепка покосился владимир на него не знаю я могу забрать это с собой забирай пожал владимир плечами там правда аккумуляторы разряжены виктор в очередной раз оглядел комнату на тумбе он приметил еще одну книгу это оказался ежедневник внутри он весь был исписан заклинаниями и правилами проведения ритуалов которые соседствовали с иллюстрациями в виде оккультных схем виктор перелистывал страницы и бегал глазами по тексту и это тоже можешь взять сказал владимир видя его интерес к записной книге слово против тебе может сказать только хозяин а я даже рад буду если он прибежит к нам с жалобой что его квартиру вскрыли и обнесли виктор посмотрел на него а тот в ответ грустно улыбнулся на квартиру никто не может претендовать сказал владимир когда они вышли в парадную мстислав единственный владелец никаких дарственных ни на кого он не составлял поэтому имущество сразу отметается врагов говоришь тоже не было уточнил виктор начав спускаться по ступеням он пользовался двумя сим-картами посторонних звонков ни на одну не поступало так что и угрозы с врагами отметаются и тут им преградила дорогу поднимавшаяся бабушка ой расплылась она в улыбке узнав владимира вы же из полиции да кивнул тот и прошептал виктору на ухо это соседка с третьего этажа зоя федоровна а мстислава так и не нашли спросила бабушка к сожалению нет ответил владимир вот дело передаю другому сотруднику ох как жаль покачала бабушка головой такой хороший мальчик был всегда поздоровается спросит как дела а себе и слова не скажет вы уж извините зоя федоровна владимир спустился на ступень ниже нам бежать надо дел много конечно конечно залепетала старушка посторонившись чтобы пропустить мужчин а я вот только из жека хотела спросить мстислава что со светом происходит а что со светом остановился владимир да как-то ночью просыпаюсь а у меня люстра горит только свет какой-то странный зеленый такой а сегодня за искрила электрика вызывала утром ничего поделать не можем бабушка это у вас проводка погорела менять надо обратитесь в жек мы правда спешим сморщился владимир и за рукав потянул виктора до свидания наконец заказчик покинул офис виктора проклиная и понося свою некогда горячо любимую супругу он хлопнул дверью и растворился на просторах бульвара унося с собой одну из лучших фотографий сделанных виктором сам виктор только тяжело вздохнул с грустью в душе его шедевр отныне отсчитывал последние минуты своего существования сейчас он даже немного завидовал мстиславу теперь и ему хотелось кануть в неизвестность и чтобы его никто не искал он поднялся со стула и подошел к входной двери повернув защелку в замке после чего выключил свет в прихожей и вернулся к столу на котором лежал прибор взятый из квартиры мстислава простота конструкции вместе с ее бесполезностью не давали покоя виктору и что же это такое спросил он сам себя внимательно разглядывая изгибы проводов грубая пайка криво приклеенные кнопки и оплавившиеся части от корпусов гелевых авторучек виктор нажал на одну из кнопок но ничего не произошло точно вспомнило на словах владимира про разряженные аккумуляторы через минуту в розетку воткнулась зарядное устройство мужчина бросил взгляд на загоревшийся красный светодиод и повернулся к столу зачем стислав собирал его он явно пытался получить какой-то результат своим прибором много раз его переделывал о чем говорил помятый вид доски тратил деньги на детали для него это был не просто клубок проводов но сейчас виктор не мог посмотреть что это за вещь такая он подвинул его на край стола и взял папку с личным делом стислава папка оказалась на удивление тонкой краткая запись перечня его документов биография составленная со слов людей знавших его весь текст занял собой меньше половины страницы список его знакомых здесь дотошный владимир отметил напротив каждой фамилии статус ее носителя по отношению к стиславу знакомый коллега по работе сосед виктор пробежался глазами по статусам сразу бросилось отсутствие родных и друзей а нет одна фамилия нашлась артем школьный и лучший друг дальше показания вышеперечисленных лиц виктор внимательно вчитывался в строки составляя картину произошедшего последний раз его видели на работе в магазине 25 числа в единственной социальной сети где он был зарегистрирован вход был выполнен двадцать третьего двадцать восьмого числа он должен был выйти на работу но так и не появился сосед не видел его уже неделю до этого спустя двое суток 31 числа директор магазина подал заявление о пропаже его сотрудника виктор задумался неужели больше никто не отреагировал на пропажу мстислава почему только посторонний человек побеспокоился о нем под показаниями шел акт вскрытия квартиры ничего постороннего или подозрительного обнаружено не было потом акта принадлежности квартиры и просмотра рынка недвижимости безрезультатно более никаких бумаг не было виктор закрыл папку убрав внутрь все ее содержимое только лист с перечнем лиц оставил на столе он еще раз пробежался глазами по именам и фамилиям первый в списке значилась екатерина а в скобках была приписка сотрудница статистического агентства коллега мстислава ну что ж выдохнул виктор и потянулся за смартфоном пойдем по порядку он набрал указанный номер телефона и стал слушать длинные гудки да алё послышался в трубке женский голос и даже в этой короткой фразе за сквозила надменностью здравствуйте меня зовут виктор я частный детектив скажите пожалуйста вы работали в статистическом агентстве вместе с неким мстиславом на том конце провода послышался гневный выдох вы опять раздраженно спросила катя я же вам уже говорила что год этого козла не видела это вас наверное из полиции опрашивали просто так получилось что его дело передали мне да и что же такое случилось с этим вашим мстиславом раз к нему столько внимания он пропал и мы пытаемся найти его вот и чудно гаркнула катя пусть и катится ко всем херам для меня он пропал еще год назад знать его не хочу и не звони мне больше джеймс бонд недоделанный понял вызов оборвался виктор удивленными глазами посмотрел на смартфон почему джеймс бонд не понял он может она его шерлоком холмсом перепутала и что это такое было неудачный служебный роман ладно зайдем с другого начала кто там заявление подавал по тропинке на начавшем желтеть и жухнуть газоне от крыльца магазина до автостоянки прогулочным шагом шли двое виктор составлял компанию пожилому мужчине скажите спрашивал виктор а почему вы подали заявление в полицию а что мне еще оставалось делать ответил мужчина продавец не вышел на смену что мне еще оставалось делать но почему сразу в полицию есть же много причин не выйти на работу загулял заболел директор улыбнулся понимаете сказал он надо знать мстислава он не такой да он рассеянный забывчивый постоянно летает в облаках но ответственность есть у него просто так он никогда не потеряется а болезнь да он болел но всегда болезни переносил на ногах нет прогулы не его конек это понятно сказал виктор но откуда такая забота о нем я понимаю обучить нового сотрудника дело хлопотное написать заявление о пропаже постороннего человека все что я знаю о нем это то что у него никого больше нет если я не побеспокоюсь о его пропаже не хватится никто ну хорошо кивнул виктор а что еще можете рассказать о нем да если честно ничего больше пожал плечами директор он замкнутый нелюдимый больше слушает чем говорит а сами как думаете куда он мог деться не знаю ответил директор говорю же молчаливый он был о врагах его я не в курсе по крайней мере у нас его все любили девчонки даже обрадовались когда он появился в коллективе правда компанейство у него не в крови девушкам порой хочется поговорить о личном так они из него информацию чуть ли не щипцами вытаскивают да и не жаловался он никогда наверное свои проблемы сам решал в общем человеком он был не от мира сего да протянул виктор интересно получается а теперь позвольте вас спросить почему частный сыщик занимается этим делом а не полиция потому что полиции это просто неинтересно криминала в исчезновении вашего сотрудника нет а у меня как раз в графике появилось окно ладно тогда хоть опишите день когда вы его видели в последний раз обычный день был задумался директор мстислав пришел как всегда задача но ничем не был если вы про это странностей за ним не заметил кроме одной да и какой же настроение у него приподнятое было директор посмотрел виктору прямо в глаза за ним раньше такое не наблюдалось это как насторожился виктор я давно уже заметил за ним показную улыбку он всегда и всем улыбается сам по себе он человек приветливый но сразу видно что это лишь маска закрывается он ото всех под ней замкнутый не открытый вздохнул виктор если вы хотите разузнать о нем больше спросите лучше лену владелицу кафе в микрорайоне она когда-то держала частное статистическое агентство в центре там стислав 10 лет отработал поговорите лучше с ней может она сможет вам о нем больше рассказать а мне пора извините да конечно виктор подал руку мужчине агентство встретило своего шефа холодностью пустого офиса почему-то именно сейчас виктору захотелось вернуться в уютный дом в котором горит и греет своим теплом домашний очаг но такого у него не было он уже давно в прямом и переносном смыслах жил на работе он небрежно повесил куртку на вешалку и прошел в кабинет взгляд упал на прибор с минуту виктор смотрел на него а затем перевел взгляд на розетку в которую должно было вставлено зарядное устройство но аппарат лежал рядом на подлокотнике дивана виктор удивился он же включал прибор в сеть или нет может он только собирался это сделать и отвлекся точно он спешил встретиться с последним работодателем стислава виктор потер переносицу ему определенно нужен отпуск ну или пара выходных обычная переработка утром виктор выслушивал очередной смазливый монолог новой клиентки салфетки намокали и отправлялись в корзину для мусора одна за другой виктор слушал бедную женщину уже не скрывая своего безразличия его сейчас больше интересовала судьба мстислава она не была чем-то привлекательным для него но вносила приятное разнообразие в копошение в чужом грязном белье виктор не стал дослушивать женщину он взял с нее все необходимые показания и записал номер телефона созвонившись с леной он договорился о встрече и уже в обед подходил к кафе плащ на нем блестел от дождевой влаги и трепетал под напором ветра типичная погода для октября промозглый ветер бросал в лицо капли нудного дождя и заставлял ежиться даже под теплой одеждой зато кафе встретила виктора домашним теплом приятным ароматом кофе и свежевыпеченных булочек половина столиков была занята совершенно беспечные люди весело переговаривались между собой виктор снял плащ и подошел к свободному столику плащ повис на вешалке рядом к виктору тут же подскочила молодая девушка с ярким макияжем и в униформе официантки что вам спросила она с фальшивым добродушием хозяйку позови ответил виктор присаживаясь я и звонил она должна ждать меня девушка с подозрением посмотрела на него но промолчала через минуту она вышла из служебного помещения в компании миловидной женщины сразу было понятно что это и есть хозяйка кафе сухощавая высокая брюнетка с родинкой над губой и светлокарими глазами это вы звонили спросила лена интонации переделав вопрос в утверждение было понятно что она привыкла командовать да я ответил виктор я хотел бы разузнать о вашем бывшем сотруднике мстиславе я его уже год не видела давайте присядем лена повернулась к официантки наденька организуй нам кофе не стоит попытался возразить виктор за счет заведения улыбнулась лена к тому же вы хотели узнать о мстиславе о нем в двух словах не расскажешь лена села напротив виктора он проработал вас 10 лет начал виктор и все-таки ушел почему коллектив пожалуй на плечами вернее будет сказать я не усмотрела это как не понял виктор мстислав парень хороший ответила лена у него есть только один недостаток он слишком хороший безотказный исполнительный не конфликтный не по-мужски мягок даже очень и как сотрудник он лучшее что могло случиться в этот момент к столику подошла официантка с подносом услышав слова лена она недовольно покосилась на нее и чуть не выронила поднос но смогла удержать его даже не расплескав кофе лена ответила официантки строгим даже гневным взглядом что не говори сказала она не убирая глаз от нее а более дисциплинированного сотрудника мне найти так и не удалось так чем же коллектив ему не понравился неловко улыбнулся виктор видя возникшее напряжение между начальницей и сотрудницей девчонки в отличие от мстислава своего не упустят ответила лена это сперва подняла наше агентство и быстро привело к его упадку как я успел узнать продолжал виктор сперва мстислав работал у вас один да он был одним человеком в офисе систематизировал данные получаемые от наших агентов передвигавшихся по городу а я искала заказы со временем их количество росло сначала я расширила сеть агентов а потом поняла что мстислав не справляется то есть вы стали увеличивать штат в офисе уточнил виктор совершенно верно первой к нам пришла катя девочка барби типичная блондинка не знаю зачем я ее оставила зато вы бы видели как заблестели глаза мстислава потом пришла света женщина твердо уверенная в себе но не имеющая опыта работы в ате мстислав сказал что ничего сложного в этом нет обучит и так понемногу помаленьку штат вырос до десяти человек один мстислав и девять девчонок вот тут я и стала замечать что то не так мстислав выглядел каким-то замученным а стоило мне спросить девчонок о чем-нибудь по работе как они все кивали на него уже скоро я поняла что работает он один частенько он выходил в свой выходной появлялся на работе во время отпуска я строго-настрого запрещала девчонкам его дергать бесполезно то есть они его использовали как рабочую лошадку спросил виктор если бы только это вздохнула лена тут речь идет немного о другом и о чем же насторожился виктор мстислав был мальчиком молчаливым а себе говорил неохотно но то что девушки у него никогда не было это точно вы уверены я женщина и такое вижу сразу с девушками он вел себя совершенно неумело опыта у него не было никакого наверное наши девчонки этим и пользовались а мстислав пытался за ними ухаживать задумался виктор уже опытный в этом плане это тоже было сразу видно а эти дуры только подшучивали над ним тут есть еще одна тонкость мстислав впечатлительный все воспринимает слишком близко к сердцу но первое время он терпел только ринке пытался подкатывать то клюбке катьке цветы дарил а те его то с фильтрацией данных попросят помочь то отчет составить но близко не подпускали и он переживал от этого старался не показывать но оно и так видно а девчонки ему в спину посмеивались в открытую не конфликтовал ни с кем уточнил виктор нет ответила лена он вообще спокойный все держит в себе и терпение его лопнуло можно и так сказать кивнула лена мстислав тогда пытался ухаживать за катей а в соседнем офисе обитал их друг женька он полная противоположность мстиславу открытый общительный с девушками быстро общий язык находит и тут получилось так что этого самого женю бросила девушка то он их менял как перчатки а тут встретил сердцеедку вот девчонки наши свалили всю работу на мстислава а сами бросились его успокаивать представляете себе картину она ведет друга домой чтобы успокоить более потерянного чем тогда я мстислава еще не видела светка видит что он не работает и гаркнула на него вот тут мстислава и прорвало я как раз только приехал и многое узнал о своем офисе оказывается он не только работы их выполнял но и должности раздавал в каком смысле удивился виктор когда штат стал увеличиваться возникла потребность в управлении появилась вакансия заведующего на которую претендовал сам мстислав как более опытный более соображающий в нашем деле и которую в итоге заняла света конечно высокая должность предполагала и более высокую зарплату а в итоге обязанности легли на мстислава а деньги получала света и как такое произошло нервно усмехнулся виктор мстислав сам светку рекомендовал она больше подходила на место заведующий чем он к тому же у нее двое детей и нет мужа ей деньги нужнее не знаю как она смогла убедить его но мстислав прям так хорошо рекомендовал мне ее а в тот вечер нервы у него не выдержали я уже с лестницы слышала как светка мораль ему читать начала и как он быстро ее заткнул он все припомнил каждой он приходил раньше всех а уходил последним получал самую маленькую зарплату отдавая свою премию девчонкам все мамочки с детьми им деньги нужнее и в детский сад успеть надо и утром и вечером зато когда местный альфа ныть начал сразу как мухи полетели на него и прокатьку выдал она же с и на полчаса раньше с работы ушла и кто в тот вечер сына ее из сада забирать будет в итоге мстислав просто бросил ключи от офиса на стол заявил что все ему должны отпускай выходные на годы вперед что кстати так и было и выключил компьютер из розетки чтобы ни один документ не сохранился напоследок сказав чтобы они сами думали кто его подменять будет три последующих дня и что они теперь поняли что сотворили с мстиславом тогда еще нет ответила лена улыбнувшись мстислав специально ушел на три дня третий день первое число а именно до первого надо было отдавать отчеты администрации а теперь представьте себе ситуацию нужно итоговая работа а лучший сотрудник уходит я тогда так и сказала девчонкам пусть делают что хотят но отчеты подготовят вот тут и выяснилось что никто из них своей должности не соответствует первое это поняла катя она звонила мстиславу чтобы он ее прикрыл но не дозвонилась он сперва не брал трубку а потом и вовсе отключил телефон она пришла утром недовольна из похмелья но все ее недовольство испарилась когда она поняла что ее работу придется делать ей же самой вот тогда люлей от меня огреблись все эти три дня стали самыми мучительными девчонки с горем пополам только начали осваивать программы учета и выстраивания систем ужас тридцать первого числа мы все сидели до десяти вечера еще никогда не задерживались так поздно и все по сути сделала я сама и что же было дальше заинтересованно спросил виктор я поставила всех перед фактом или пусть изучают профессию или ищут новую работу справились справились саркастично выдохнула лена с чудовищными ошибками и плутаниями в стиле гугл в помощь первый день я провела в офисе хотела посмотреть кто работает штат или мстислав пришла к началу рабочего дня и открыла офис и тут началось первый сотрудник объявился с опозданием в полчаса за ним вернее за ней потянулись и все остальные затем они всем селом хлопали глазами и пытались понять что делать то есть вы сделали вывод что весь офис держится на мстиславе офис это и был мстислав человек который работал за десятерых все время на что-то надеюсь он их любил возможно даже искренне да и был слишком мягок чтобы отказать в общем не от мира сего не от мира сего задумчиво протянул виктор где-то я уже слышал эту фразу ну а потом что было а потом усмехнулась лена девчонки поняли какая туча нависла над их головами конечно итоговая работа не понравилась администрации девчонки явно не соответствовали уровню нужен был мстислав и он пришел второго числа хитро посмотрел виктор на лену предвкушая развязку совершенно верно и это надо было видеть мало того что я накануне вечером не могла дозвониться не до одной из своих сотрудниц хотела отчитать их за то что наслушалась в администрации но у всех номера были заняты в итоге кое-как дозвонилась до катьки той самой она сказала что они все готовятся к следующему рабочему дню тут и ежу понятно что они собираются просить прощения мстислава следующим утром я специально приехала пораньше и в этот раз офис оказался открыт девушки готовились покорять мстислава и это было что-то все расфуфыренные в мини-юбках в кабинете где мы обедаем накрыли стол музыку поставили какую-то непонятную мстислав любил рок а девчонки попсу и только она играла в офисе а тут специально перерыли весь радиоэфир нашли какую-то рок-версию ретро фм старинная музыка но зато рок в общем девчонки старались как могли а тот женька стоял в дверях и слюни пускал уже и забыв о своем смазливом расставании со своей подругой правда увидев меня тут же спрятался в свою компанию я сразу подошла к их заведующий попросила чтобы он подальше от моего офиса сопли жевал а что мстислав теперь только от него все зависело и когда он появился я сразу поняла что все кончено что-то в нем изменилось это был уже другой человек так протянул виктор с любопытством смотря на свою собеседницу как объяснить пожалуй на плечами это тот самый человек но уже другой внутри повзрослел что ли девчонки это тоже отметили а он их и не замечал поздоровался прошел в кабинет бросил на стол пачку доширака рядом с блюдами девчонок и уселся на свое рабочее место я позвала его в свой кабинет пытались поговорить сначала попросила его исправить все ошибки девчонок все-таки администрация это наш основной клиент он согласился а потом я попыталась побеседовать с ним о наших девчонках разговор не получился впервые за 10 лет он перебил меня попросил два листа бумаги и написал заявление об увольнении по собственному а второй лист зачем заявление с просьбой выслать документы ему на почтовый адрес по месту прописки даже за ними он не хотел возвращаться в офис а потом извинился и вернулся на свое рабочее место помню как девчонки воодушевились когда он собрал папки с документами с их столов думали что все возвращается светка даже попыталась сварить ему кофе мстислав пить не стал потом из кармана достал наушники он так часто делал когда музыку девчонок слушать не мог тогда катька удивилась ведь рок играет по радио а он я современное слушаю а не запасники музея девчонки почувствовали неладное они же еще не знали что будут две недели отрабатывать за него пытались крутить своими же лена поперхнулась извините ногами мстислав ноль внимания уши заткнул и ставился в монитор за час небольшим он сделал то что весь наш отдел не мог сделать за два дня потом до обеда раскладывал пасьянс пока девушки пыхтели над следующими заказами а в обед заварил свою китайскую гадость девчонки предложили ему свои готовки а он отказался помню тогда еще кто-то сказал что-то типа мы же старались в ответ я тоже несколько лет старался и ушел обедать на свое рабочее место такое у нас не приветствуется но ему уже было все равно а вечером он ушел это был последний раз когда я его видела насколько мне известно сказал виктор в это время ваше агентство и стало приходить в упадок совершенно верно вздохнула лена заменить мстислава девчонки не смогли я приняла решение о закрытии а с мстиславом вы больше не общались нет девчонки еще пытались ему звонить но он сменил номер понятно виктор посмотрел на пустую чашку ну что ж спасибо вам что уделили мне минуту найдите его попросила лена но не с той интонации что разговаривала с ним только что это была просьба матери потерявший своего сына я постараюсь грустно улыбнулся виктор всех благ промозглая погода не изменилась виктор поежился поднимая ворот своего пальто быстрыми шагами он направился к автобусной остановке металлическая будка имевшая своим долгом сделать время ожидания автобуса максимально комфортным продувалась насквозь деревянная лавка под козырьком блестела дождевой водой доска объявлений над лавкой пестрела самыми разными листами и клочками бумаги от ярких афиш до рукописных объявлений на обрывках тетрадных листов виктор остановил взгляд на доске основная часть объявлений кучкой облепила одну сторону доски а рядом стороне от них была просьба в поиске человека одна часть листа с фотографией мстислава еще держалась на клею в то время когда вторая трепыхалась под порывами ветра виктор смотрел на лист в оранжевой окантовки даже тут мстислав был в стороне от всех очередной порыв холодного ветра сорвал объявление и понес его по улице виктор посмотрел ему вслед как мстислав этот клочок бумаги просто растворился в городе но вдруг внимание виктора привлекла фигура в балахоне мужчина стоял на противоположной стороне улицы его тяжелый взгляд виктор ощущал на себе отчетливо человек больше напоминал средневекового монаха его громадная фигура перекрывала собою больше половины тротуара но прохожие спокойно шли мимо как будто вообще не замечали его присутствия виктору казалось что незнакомец что-то хочет от него мимо на большой скорости пронеслась машина чуть не обрызгав виктор отвлекся на авто но когда снова посмотрел в сторону монаха никого не увидел вечером он как и в конце каждого рабочего дня закрыл офис и зашторил окна его рабочее место опять попыталась превратиться в домашний очаг с чашкой кофе виктор подошел к столу где лежал странный прибор в этот раз аккумуляторы были заряжены виктор сел в кресло и стал вынимать их из зарядного устройства и вставлять в боксы для батареек вдруг свет погас всего на доли секунды а прибор вздрогнул и чуть скользнул по столу виктор подпрыгнул в кресле от неожиданности на секунду ему показалось что возле него появился мстислав и потянул прибор на себя он вжался в спинку кресла на его лбу выступили капельки холодного пота выпавший из рук аккумулятор прокатился по столу и упал на пол с минуту виктор осматривал комнату нервно дергая зрачками потом его взгляд упал на прибор две проволоки смотрели вверх концами покрытые большими шариками припоя и все стало понятно грубо и неумело сделанная пайка не выдержала давление проволока расплавилась характерным щелчком моего подсознания изобразила как да и не важно как не мог никто незаметно подкрасться к виктору виктор устало потер переносицу и поднял с пола аккумулятор разорванное соединение надо было восстановить но паяльника не было бросив аккумулятор в паутину проводов виктор откинулся на спинку кресла можно было подвести итог опроса мстиславе не общительный замкнутый молодой человек оказался доверчивым он не привык просить о помощи но вот остальные пользовались его детской наивностью от чего мстислав еще сильнее замыкался неудивительно что в один прекрасный момент он просто исчез человек не от мира сего взял и покинул этот самый мир и это было весьма объяснимо вот только куда виктор задумался он взял список круга общения мстислава из небольшого ряда имен и фамилий его взгляд упал на имя артема единственный друг вот кто точно может знать многое уже утром следующего дня на лавочке центральной аллеи его ждал молодой человек артем с интересом рассматривал группу девушек за столиком летнего кафе неподалеку виктор присел рядом мстислав так и не нашелся спросил артем поздоровавшись я тоже самое хотел спросить у вас улыбнувшись ответил виктор нет но это и не удивительно что вы имеете ввиду насторожился виктор этом стислав он любит тишину и если пропал то это надолго он не в первый раз пропадает да он любит закрываться от всех но никогда дальше своей квартиры не уходит мы с ним лучшие друзья но порой можем не видеться по полгода и это не преувеличение он может подолгу не звонить не появляться во дворе но свет в окне горит и он сам стоит на балконе и курит но никогда не было такого чтобы его искала полиция что он был замкнутым я уже понял сказал виктор а что еще можете рассказать о нем никого ближе вас у него не было не надо говорить был попросил артем не хочу чтобы он пропал с концами простите извинился виктор но все же что вы знаете о нем например как у него было на личном фронте слышал что он пытался ухаживать за девушками на своей прежней работе это верно вздохнул артем и сильно потом переживал когда терпел неудачи до него слишком поздно доходило что все напрасно мечтатель он романтик человек замкнутый для чужих и открытый для своих и мне порой такое рассказывал что а эти дуры сами виноваты раз ездили на нем почему вы так думаете да потому что только тот кто все принимает близко к сердцу может по-настоящему любить и тут у мстислава еще один недостаток он искренен и врать не умеет ну а других девушек у него не было артем задумался нет ответил он после непродолжительной паузы и не могут появиться не знает он к ним подхода а какие увлечения были у мстислава я слышал он собирает некий прибор оживился виктор тратит на него много времени и сил и денег махнул артем рукой он на нем помешался так что это понятия не имею смеясь развел артем руками сдается мне что мстислав и сам не знал для чего его создает просто в один прекрасный день он зажегся идеей прибора который перевернет всю вселенную но это с ним бывает он запросто может увлечься ерундовой идеей я говорю романтик он а этот прибор назвал флейта крысолова флейта задумался виктор что-то знакомое легенда о крысолове в одном городке мэр обещал осыпать золотом того кто спасет город от крыс нашелся один приезжий заиграл на флейте и крысы пошли за ним флейтист их утопил в реке когда вернулся за наградой мы рассказал что пошутил про золото тогда крысолов своей флейтой вывел из города всех детей и пропал точно кивнул виктор вспомнил я эту легенду только причем тут электричество все просто ответил артем мстислав какой-то передачи услышал что все дело было во флейте она могла играть каким-то особым тоном вот мстислав решил сделать эту самую флейту когда разряды мигают идет тот самый звук на мозг воздействует или что-то там такое вот мстислав и начал свои опыты и чем дальше в лес тем толще партизаны не помню я что говорил мне мстислав потому что я и сам нихрена не понял скажу только что мстислав где-то узнал что в основе нашей вселенной лежит электромагнетизм вот и управлять вселенной можно только электромагнитным прибором то есть флейта крысолова спросил осторожно виктор побаиваясь своего собственного вывода должна управлять самой вселенной как черт его знает мы с мстиславом школе физику еле-еле на тройке вытянули я вам только передаю его слова а если хотите подробностей спросите у него самого он с ума сойдет от счастья если кто-то спросит его об успехах успехи насторожился виктор они были еще какие с восхищением ответил артем чего он только не делал но особенно плазма это когда в шприц вбиваешь гвоздь и возле прибора набираешь воздух шприц начинает светиться внутри очень красиво правда что делать с этой плазмой мы так и не поняли но тут он меня напугал наверное впервые в жизни у него стало что-то получаться но он еще говорил что флейта может телепортировать человека да мстислава было гораздо проще влиять на вселенную чем добиться чего-то в реальной жизни таков он не от мира сего вот зачем ему нужен был прибор виктор разочарованно опустил глаза в пол да кивнул артем и еще в последнее время мстислав был каким-то довольным прям глаза у него горели это связано с прибором да он мне говорил что опять чего-то смог там сделать ясно и еще последний вопрос снова спросил виктор откуда у вашего друга такая оккультная библиотека он вообще книги любил я тоже замечал у него некоторые интересные книжки но про них он старался молчать даже мне ничего не говорил например была у него книжка в виде ежедневника исписанная вся с рисунками кресты там звезды типа сатанинских я когда ее увидел просто обалдел почерк ровный рисунки все как по линейке выведены чистой страницы нет спрашиваю у него где взяла он только руками машет не обращай внимание мы тогда по ней много заклинаний использовали даже рисунки пытались проволокой выкладывать но ничего интересного так и не было флейта трещала и не случалось виктор посмотрел на свои наручные часы время подходило к встрече с клиенткой струйка дыма поднималась над жалом паяльника виктор сосредоточенно смотрел как припой ложится на оба конца жесткой проволоки пара секунд и проволока соединилась в единую нить виктор с деловым видом отложил паяльник на подставку на всякий случай он обхватил не успевшую остыть проволоку пальцами и потянул в разные стороны чтобы проверить прочность спайки проволока опять щелкнула и разорвалась виктор разочарованно выдохнул давно он не занимался такой тонкой работой руки уже забыли тяжело вздохнув он потянулся за паяльником и уже вторая попытка дала свои плоды проволока точно зафиксировалась припоем не успел виктор насладиться своим триумфом как зазвонил его смартфон алё витек как там продвигается делом стеслава спросил владимир в его словах сквозила некая насмешка переходящая в ехидство да никак устало выдохнул виктор все что смог узнать это то что он не от мира сего а я что говорил уже не скрывая своего насмехательства ответил владимир и что-то мне говорит что это просто висяк парень ушел из дома жизнь его сильно потрепала вот он и решил начать все с чистого листа и поэтому бросил работу квартиру и оставил деньги на счетах своих карт усмехнулся в ответ виктор и на какой шиш новую жизнь начинать может он в лес ушел землянку рыть и доживать свой век отшельником осенью на такое надо сподобиться весной чтобы к зиме успеть подготовиться тогда не знаю уже серьезно сказал владимир а теперь о главном это ты нашего главного спортсмена за изменой застукал кого не понял виктор если ты про депутата что за спортивную политику отвечает то да а что ничего страшного и снова циничная усмешка в голосе просто сейчас он заказал свою рогоносную женушку она же чемпионата ждет по биатлону а его сам губернатор почтит своим визитом тут она и подпортит своему благоверному открытие чемпионата а заодно и жизнь выясняется что у нее есть компромат на своего муженька как тот половину бабла отваленного на чемпионат переложил свой карман и вот всего пару часов назад представляешь прибегает она к нам записью телефонного звонка где он откровенно заказывает ее ну и что тут поделаешь пожал виктор плечами у богатых свои причуды тут ты прав вздохнул владимир короче тебе надо передать нам все что ты наковырял на этого типа сам понимаешь что это уже наше дело конечно понимаю виктор поднялся с кресла и направился в соседнюю комнату где в сейфе хранились отчеты о всех расследованных им делах электронным носителям информации виктор не доверял благоразумно понимая что малейшая поломка может привести к потере большого объема материала а вот большому швейцарскому сейфу с мудренным замком и толстыми стенками доверия было больше здесь как в настоящем архиве лежали папки с различными надписями на корешках виктор присел на корточки глазами ища нужную папку вдруг по всей квартире замерцали светильники а кабинет содрогнулся от целой серии громких ударов кто-то целенаправленно молотил прямо за стеной виктор отпрыгнул от сейфа и оказался в дверном проеме первое что бросилось в глаза это молоток упавший на мягкий ковер у стола на котором лежал разбитый прибор мстислава что там у тебя спросил владимир в трубке на мою квартиру напали испуганно проговорил виктор и метнулся обратно к сейфу высылай наряд владимир не стал вести бесполезных расспросов о деталях прекрасно понимая что в подобных ситуациях нужно действовать стремительно виктор откинул смартфон распахнул маленькую дверцу в углу сейфа небольшой металлический ларец скрывал в себе пистолет макарова и коробку с патронами еще до приезда наряда полиции виктор обошел всю квартиру и осмотрел все углы но не нашел ничего подозрительного не было ни единого следа проникновения только в кабинете на столе лежали обломки флейты крысолова а на ковре рядом со столом лежал молоток виктор присел на корточки внимательно его осматривая он был старым явно еще советского производства потертая деревянная ручка металлический боёк со следами прежнего использования с улицы послышался вой сирен и уже через пару секунд оконные рамы стали переливаться сине-красными отблесками виктор не дожидаясь стуков в дверь направился в прихожую едва он щелкнул замком как владимир чуть не сбил его с ног первым ворвавшись в квартиру его правая рука была согнута в локте и направляла вверх ствол пистолета ты как нервно спросил он осматривая кабинет помощь нужна в смысле медицинская нет ответил виктор за владимиром в квартиру вошли двое оперативников взъерошенные с воинственными лицами они крепко сжимали в руках автоматы один остался у входа а другой вслед за владимиром направился осматривать квартиру никого сказал владимир оперу тот расслабился и щелкнул предохранителем своего акм что случилось владимир подошел к виктору ты ствол то убери виктор глазами указал на пистолет в руке друга а то ты нервный немного того и гляди нажмешь на курок ты на себя посмотри натянута усмехнулся владимир что виктор посмотрел на свою руку и только сейчас вспомнил что так и держит свое оружие ладно уже действительно снисходительно улыбнулся владимир давай по чесноку что произошло честно говоря я и сам ничего не понял заметной неловкостью произнес виктор кроме молотка непонятно откуда взявшегося предъявить ему было нечего и он просто указал на него рукой владимир и сам уже увидел разбитый прибор хмурый взгляд опытного следователя сразу стал выискивать улики но почему-то в этот раз зацепиться было не за что я обошел всю квартиру сказал виктор все закрыто окна даже на проветривание не стоят на протянул владимир октябрь все-таки а удары что я слышал по телефону это был молоток до ответил виктор я сидел в кресле когда ты мне позвонил потом пошел к сейфу в ту комнату только открыл сейф слышу грохот меньше секунды для пары шагов он был бы мною замечен но нападавшего не было только молоток и этот погром сам подумай волоть куда он испарился это же не дворец где можно по комнатам рыскать непонятно выдохнул виктор стараясь сложить у себя в голове картину произошедшего а что на столе случайно не та хрень из квартиры пропавшего мстислава нет это не хрень эта штука мне все больше подсказывает что все из-за нее не неси чепухи отмахнулся владимир и достал целлофановый пакет надев его на руку он начал аккуратно заворачивать в него молоток стараясь не прикасаться к нему это не чепуха покачал виктор головой я эту штуку уже несколько дней включить не могу постоянно что-то случается то зарядник из розетки достанется хотя я точно знаю что включал его в сеть то провода разойдутся и вот кстати когда они щелкнули виктор умолк сверля владимира таинственным взглядом а тот от такого взгляда остолбенел что спросил он с некой тревогой словно бы боясь ответа знаешь собрался с мыслями виктор и понизил голос у меня всего на секунду возникло видение что это сам мстислав порвал провода владимир после этих слов изменился в лице которая теперь выразила разочарование ведь произнес он тебе надо просто отдохнуть ты пойми правильно не может человек появиться из воздуха и также бесследно пропасть ты когда в отпуске был последний раз последний раз мы вместе с тобой на море ездили лет 15 назад не заговаривай меня может вчера у меня и был глюк но что-то скажешь на это он указал на стол усыпанный обломками а что тут скажешь владимир причмокнул губами восстановлению не подлежит и меня это вполне устраивает судя по всему мстислав и тебя умудрился подсадить на эту непонятную приблуду уж не знаю как хватит поясничать с обидой отдернул его виктор я говорил и с начальством мстислава и с его другом артемом они все в один голос твердили что он перед своим исчезновением просто светился от счастья артем и вовсе прямо указал на этот прибор в этот момент в дверях показался еще один оперативник он сразу подошел к владимиру приветственно кивнув виктору народу на улице тьма доложил он но никто ничего не видел ну как всегда уже с безразличием в голосе сказал владимир и снова повернулся к виктору а кроме этого прибора ничего не пострадало не пропало ты сам не ранен да нет отмахнулся виктор владимир повернулся к операм дальше я сам сказал он им и они заметно расслабившись и уже немного устало поплелись к выходу а ты с ними не поедешь спросил виктор я на своей примчался ответил владимир они на служебной он подождал пока опера выйдут из квартиры и закроют дверь после чего положил руку на плечо виктора и повел его прочь от окна за которым перестала сверкать полицейская гирлянда послушай сказал он заговорческим тоном мне слабо верится что этот совершенно бесполезный прибор мог что-то сделать если честно я уже жалею о том что дал тебе это дело не знаю виктор опустил глаза в пол и тяжело вздохнул может ты прав и мне следует просто отдохнуть я рад что ты понял меня владимир снисходительно улыбнулся а по поводу сегодняшнего да тема мутная и нам наверное следует поступить так ты пока не пиши заяву не надо среди ущерба битая электроигрушка пострадавших вообще нет я замну ложный вызов на твой адрес а молоток не стану приобщать к делу мстислава нет на это оснований но по-дружески попрошу экспертов помочь пусть пальчики снимут если они нам наркошу какого-нибудь покажут так вот это и будет твой мстислав у него от дозы поехала крыша а ты от переработки в нем узнал пропавшего но даже если это и нарек был кивнул виктор как он закрытую квартиру смог попасть сквозь стену прошел так вот только не начинай опять ложись отдохни а лучше иди спать утро вечера мудренее я постараюсь проверить молоток как можно быстрее будут новости позвоню все бывай следующим днем виктор отменил все свои встречи и на ключ закрыл приемную загадочное событие накануне никак не шло у него из головы полночи он не мог уснуть ворочаясь в постели и утром поспать бы ему подольше но привычка взяла свое на протяжении многих лет его график не менялся вот и теперь даже с выключенным будильником он стал в семь утра и хоть спать больше не хотелось но недосып все равно давал знать о себе прибор мстислава так и лежал на столе грудой обломков и исковерканного клубка проводов то что случилось вчерашним вечером больше походило на страшный сон но реальность хранила в себе его последствия на поверхности стола даже остался круглый след от бойка молотка когда бьющий промахнулся мимо прибора виктор пытался сосредоточиться опытный сыщик выстраивал в голове хронологию событий во первых мстислав что-то хотел получить этим прибором во вторых перед своим исчезновением он был чем-то доволен и артем подтверждал что это связано с прибором в третьих кто-то явно мешал виктору включить его а потом и вовсе разбил назначение самого прибора никто так и не понял зато свет на его предназначение могла пролить таинственная книга которую мстислав мог позаимствовать в одной из сатанинских сект остается только найти нужную из них и тут виктору должен помочь ему друг владимир потому что все еретические направления вероисповеданий были под контролем полиции и виктор потянулся за смартфоном но маленький приборчик словно бы сам прочитал его мысли и разразился мелодия рингтона показав имя владимира виктор вздрогнул от неожиданности алё волоть начал он но владимир повел себя как-то странно тихо шикнул он слышишь виктор прислушался но никаких посторонних звуков не услышал нет неуверенно протянул он ничего не слышу точно ну да разве ты не слышишь шуршание черепицы спросил владимир уже с каким-то гнусливым отливом я живу на первом этаже ответил виктор так и не понимая что происходит ну значит это у меня одного крыша поехала сказал владимир уже своим обычным голосом что не так выдохнул виктор расслабленно отдал я твой молоток экспертам и теперь угадай что на нем нашли ничего натужно усмехнулся виктор стареешь брат усмехнулся владимир в ответ подвела тебя интуиция пальчики на нем нашли чьи тут же выпалил виктор мстислава извини ошибся с интуицией у тебя все в порядке да на рукоятке молотка были обнаружены отпечатки взрослого человека полностью идентичные тем которые были обнаружены в квартире нашего мстислава а раз он особым гостеприимством не отличался то и путать их не с чем и как сказал эксперт они свежие даже слишком виктор потёр лоб как бы заставляя шестеренки в мозгу вертеться быстрее с минуту он молчал ты там не уснул нарушил тишину владимир прости просто я ничего не понимаю я тоже вот и говорю что у меня черепица шевелиться начинает и кстати за услугу мне пришлось выставить его рычу бутыль коньяка так что с тебя причитается да конечно да за тараторил виктор спасибо тебе как только так сразу и шанс этого сразу тебе уже представился дело-то наших спортсменов ты мне так и не отдал что не понял виктор но тут же вспомнил ах да мог еще вчера тебе отдать забыл прости да ничего вчера не до него было вот и я забыл тебя ним спросить а сейчас ты свободен можешь завести без проблем виктор отключил вызов и вскочил с кресла в отделении владимир встретил его с загадочной улыбкой он помахал рукой дежурному чтобы тот пропустил виктора через турникет и отвел его в дальний угол забрав папку с делом он посмотрел на него каким-то безумным взглядом а хорошие это дело с нашим стеславом сказал он глуповатым голосом что сразу насторожило виктора согласен ты меня просто огорошил новостью о молотке а это еще не все владимир блеснул каким-то нездоровым блеском в глазах пока ты ехал я еще кое-что узнал и что затаил дыхание виктор совершенно случайно сталкиваюсь в коридоре с девчонками ну которые с диспетчерами 112 работают они идут и ржут во весь голос вчера вечером когда я был у тебя вызвали наряд по одному адресу а там молоденькая деваха она сначала призрака в зеркале увидела а потом на нее шкафы посыпались она так перепугалась что обзвонила всех 101 102 103 112 как еще только до министерства обороны дозвониться не додумалась я кажется понял выдохнул владимир не своим голосом призраком был мстислав а пострадавший но ехидно сощурился владимир дожидаясь ответа либо катя с прежней работы мстислава либо все верно перебил его владимир убираем либо и ты становишься правым наши хлопцы приезжают по адресу а там квартира вся вверх дном как мамай прошел сама девица в угол забилась вся трясется чуть футболка на сиськах не треснула сама в крови и синяках даже к двери боялась подойти пришлось выносить зато на ппс-ника набросилась так что и ломом не отодрать целует его обнимает с ней можно поговорить спросил виктор не ответил владимир и повертел пальцем у виска псих сказал что у нее сильное перенапряжение было в мозгах сейчас она у нас домой возвращаться наотрез отказывается связались ее родителям те обещали подъехать это что получается виктор задумчиво опустил взгляд в пол он отомстил у нас сейчас все отделение только мстиславе и говорит усмехнулся владимир даже об этом депутате забыли да и хрен с этими депутатами махнул виктор что за ерунда творится есть у нас одна версия мстислава все-таки грохнули и теперь его дух мстит всем кто отравлял ему жизнь виктор посмотрел на него с осуждением и убийц нам покажет сам мстислав закончил владимир мысль разведя руками а с кем катя ушла в тот вечер когда мстислав психанул с неким евгением из соседнего со статистами магазина я уже понял чему ты мы с ним связывались но он срочно вспомнил про какие-то там неотложные дела у родителей умотал в глухую деревню сейчас наверное уже где-то на полпути скорее всего он и сам пришел к этой же версии это же бред выдохнул виктор и молоток посреди пустой квартиры закивал владимир головой я и сам начинаю сходить с ума но ниточка у меня есть мне нужны секты в городе прежде всего сатанинские это тебе к михалычу улыбнулся владимир пошли солнце уже клонилось к закату виктор вымотался и сильно устал его голова была готова взорваться за плечами остались два адреса и утомительные часы бесед с поклонниками сатаны но никакого результата зато теперь оставалась последняя проклятая церковь последняя надежда это был пригород частный сектор нужный дом был заброшен хозяевами и сейчас представлял из себя мрачное зрелище а прямо за ним начиналось столпотворение крестов и памятников местного кладбища подходящее место для исповедования сатанизма сам дом потерял из своих окон все стекла и почти все рамы входная дверь стояла рядом с дверным проемом подпирая собой накренившуюся стену огород захватили высокая трава и заросли репейника чьи стволы были уже в человеческий рост а колючки напоминали когтистые лапы хищного животного общий вид дома нагонял уныние особенно сейчас на закате когда мрачный пейзаж погружался во тьму сумерек обеими руками виктор сжимал книгу которую сам не зная зачем взял с собой внутри было стойкое ощущение что именно здесь находится искомое и это была не интуиция что-то ищете прозвучал за спиной хриплый голос виктор чуть не вскрикнул от неожиданности он резко обернулся сделав шаг назад за ним стояла высокая фигура в балахоне руки заправлены в рукава капюшон скрывал лицо тенью показывая только его нижнюю часть с грубой обветренной кожей вы кто заикая спросил виктор с испугом в голосе хозяин этой книги ответила фигура я вижу она привела вас сюда книга не понял виктор стараясь успокоиться именно вы многое знаете об оккультных предметах думаю что это не так так вот они могут служить только своему владельцу незнакомец достал из рукава правую руку и протянул ее книги огромная ладонь легла на обложку а виктору в глаза сразу бросилась татуировка пятиконечная звезда в круге полностью покрытая письменами отдайте книгу произнесла фигура мягким голосом насколько таковым может быть низкий даже для баса тембр в ушах виктора он отдавался звонким эхом и действовал завораживающе может поэтому он разжал пальцы опустив ежедневник незнакомец прислонил ее к груди и прижал руками снова спрятав их в рукава вы кажется виктор спросила фигура откуда вы знаете насторожился виктор вы уже заезжали в две церкви усмехнулся незнакомец сарафанное радио скоро стемнеет и вам выбираться из незнакомой местности будет тяжеловато к тому же кладбище за спиной я думаю будет лучше если я вас провожу он своей большой ладонью указал на дорогу по которой виктор пришел сюда ну да выдохнул сыщик поправляя ворот своей рубашки полностью с вами согласен ему было некомфортно находиться в таинственного персонажа больше похожего на колдуна или монаха из средневековых легенд балахон сатанинский тату низкий голос и невидимое лицо вместо него была черная пустота еще и низкий голос и манера говорить человек явно пересмотрел исторических фильмов а его телосложение было просто богатырским на голову выше виктора он был шире в плечах раза в два а ладонь когда он брал книгу показалось виктору листом лопуха в сравнении с его рукой медленным прогулочным шагом они пошли по грунтовой дороге сперва начал виктор мне хотелось бы узнать с кем я говорю простите не представился ответил собеседник можете называть меня эрегон а это не вас я видел возле кафе в центре виктор прищурился рассматривая незнакомца лучше да я знал что книга у вас и она звала меня интересное обстоятельство выдохнул виктор ну допустим а сами вы кто настоятель церкви он замялся не хотелось ему называть эрегона сатанистом нет предчувствуя продолжение вопроса ответил эрегон мы не сатанисты не будем углубляться в вопросы веры вы хотели разузнать о мстиславе и про это вы в курсе опять удивился виктор но опомнился ах да сарафанное радио так он и у вас был у нас бог направил его к нам в минуту печали бог уточнил виктор простите но разве вы не отвергаете его я же сказал мы не сатанисты спокойно произнес эрегон мы просто понимаем веру не так как остальные понятно кивнул виктор так что вы можете рассказать о мстиславе приятный молодой человек способный юноша имеющий тягу к знаниям особенно к тайнам согласитесь в наш век редкое явление для молодежи так как вы говорите он попал к вам иногда мы проводим открытые встречи ответил эрегон вход свободный любой может зайти к нам это чтобы вливать свежую кровь в наши ряды и мстислав зашел до увидев его я сразу отметил глубокую рану в его душе он был сильно подавлен и в этом унынии вдруг вспыхнула искра в сердце он подошел к полке с книгами и выпал из бытия каждую книгу он брал в руки его пальцы с такой осторожностью цепляли страницы чтобы их перевернуть это была трогательная картина уверяю вас оставшись в церкви он бы добился больших успехов он увлекался оккультизмом кивнул виктор в знак согласия его домашней библиотеке есть много подобных книг но я не думаю чтобы он как сказать практиковал магию вы правы согласился эрегон но у него есть все задатки для этого это человек большого сердца но он у вас не задержался нет путь его разошелся с нашим лишь одна встреча свела нас но этого было достаточно что вы имеете в виду насторожился виктор бог не зря направил его к нам мстислав был придавлен грузом душевной боли он не знал как заглушить ее и просто бродил в поисках ответа так он оказался в храме зашел проходя мимо я не стал расспрашивать его он бы и не стал говорить сердце его сокрыто от нас но книга капюшон эрегона дрогнул как это бывает когда человек смотрит вниз и виктор понял что он посмотрел на ежедневник а что это за книга спросил виктор не смотрите на то что это простой блокнот ответил эрегон многие вещи не всегда являются теми чем нам кажется так получилось что это было единственным под рукой в минуту откровения откровение насторожился виктор это не столь важно главное то что книга оказалась на той полке я и сам не знаю как это произошло обычно она сокрыта от праздного взгляда но в тот день она оказалась там и мстислав взял ее она никогда не попадет в чужие руки я уже говорил что такие предметы сами выбирают хозяина и в этот раз так и произошло может это была просто случайность предположил виктор нет уверенно ответил эрегон случайности не бывает вселенная слишком сложно устроена и этот порядок нашим ограниченным умом просто не понять ясно а книгу вы отдали мстиславу именно так он пытался понять законы вселенной усвоить основы мироздания похвальное рвение ладно вздохнул виктор и опустил взгляд в землю они уже вышли главной дороге с одной стороны была будка автобусной остановки а с другой блестел своими большими зеркальными окнами павильон магазина ладно повторил виктор и решил задать вопрос в лоб я частный детектив и веду дело о пропаже мстислава он просто исчез из закрытой квартиры уже вторую неделю о нем ничего не слышно что вы можете сказать по этому поводу но не демоны же его в преисподнюю утащили задумался эрегон не так вы размышляете не понял дело в том что тонкое воздействие на материю начал эрегон это женское дело посмотрите легенды сказы эпосы везде много ведьм знахарок и колдуний а вот мужчин занимающихся колдовством мало нас для этого надо долго воспитывать и учить а вот женщине достаточно только дать информацию любая сможет вызвать духа или приворожить жениха они наделены этим даром с рождения из-за этого их и лишали всегда права голоса по своей наивности они могут натворить слишком много бед сильная мысль ответил виктор только феминисткам ее не озвучивайте а теперь объясните причем тут мстислав у него женское начало сравнивается с мужским ответил эрегон а может и превосходят его он мягок добросердечен лишён грубости и в этом его сила хотите его найти не ищите обычного человека законы людского сообщества искусственны многое что нельзя объяснить логикой простого человека не помещается в них и мстислав такой вам он может показаться человеком не от мира сего а на самом деле человек каким его задумала вселенная просто с редким характером своим миропониманием и потому особой не похожий ни на чью иную судьбой и как мне его тогда искать где он может быть и спросить не у кого у него же не родни ни друзей ни врагов никого эрегон снисходительно засмеялся и виктору это не понравилось у его собеседника явно не все были дома во всех мудрых книгах написано сказал эрегон хочешь увидеть своего злейшего врага подойди к зеркалу и он ладонью указал на большие зеркальные окна магазина виктор посмотрел в отражение и что не понял он мстислав сам себе враг получается тут он заметил что отражение эрегона нет виктор повернул к нему голову но и самого эрегона не было виктор вскрикнул в ужасе отпрыгнул в сторону человек раза в два больше виктора исчез чудные дела твои господи перекрестился виктор весь оставшийся вечер он только и думал что о странном предводители секты и о его словах в разумительного ничего так он и не сказал и в секте его мстислав скорее всего был один лишь раз перед виктором на стене висела большая металлическая доска в центре которой магнит держал фото мстислава вокруг него были точки подписанные как магазин статист агентства катя артем и другие и все связующие их нити были перечеркнуты виктор тяжело вздохнул взял красный маркер и поставил крест на линии от фотографии к точке секта никаких связей никаких зацепок виктор покосился на пакет в котором лежали обломки флейты он так и не решился выбросить ее еще раз тяжело вздохнув он махнул рукой и направился к выходу но едва вышел из комнаты как светильники в потолке моргнули яркая вспышка осветила мужчину а в комнате послышалось шуршание пакета теперь виктор не испугался ощутив знакомое чувство присутствия кого-то в закрытой комнате и кажется он уже знал зачем вновь его посетил неуловимый призрак мстислава он вернулся в комнату пакета не было но это уже ни в какие ворота не лезет с безнадежным возмущением сплеснул виктор руками да как ты это делаешь следующим утром желая отвлечься немного развеяться виктор зашел в магазин бытовой техники уже знакомой тропой он направился к стеллажу с фотоаппаратами все-таки фотография была единственной вещью которая помогала виктору пополнить душевные силы опытным взглядом он рассматривал аппараты и читал ценники под ними с указанием технических данных в этот момент за его спиной выросла мужская фигура шпионскую технику обновляешь послышался голос позади виктор обернулся за его спиной стоял владимир и широко улыбался по-дружески да нет пожал виктор плечами достойную замену пока не нашел у меня же так последняя модель а я надеялся напугать тебя усмехнулся владимир смотрю ты уже совсем краски жизни теряешь что опять мстислав виктор кивнул опять вчера приходил ответил он прибор свой забрал ага усмехнулся владимир сам же его разбил а теперь забрал да я уже ничего не понимаю знаешь у меня такое чувство что мы что-то упустили хочешь еще раз осмотреть его квартиру спросил владимир серьезным тоном это возможно владимир первым вошел в квартиру за окном уже стемнело и виктор щелкнул выключателем комнату осветила люстра из искусственного хрусталя и что ты тут хотел искать спросил владимир рассматриваясь не знаю вздохнул виктор но что-то должно быть мстислав проводил в квартире все свое свободное время никуда не ходил ни с кем не общался именно здесь и кроется разгадка ага вздохнул владимир мой дом моя крепость именно кивнул виктор вдруг лампочка в люстре замерцала а из-за основания люстры посыпались искры с характерным треском но уже через секунду все прекратилось вот зараза произнес владимир и мстислава проблемы с проводкой проблема задумался виктор у кого-то еще в этом доме горела проводка да у зои федоровны с третьего этажа она же сама говорила забыл по стояку уточнил виктор направив палец вниз да протянул владимир с подозрением посмотрев на виктора а люстры у всех висят по одной линии я не строитель но по моему все дома в советские времена строили по одному плану ты что-то понял да выпалил виктор у меня тоже пропадал свет при появлении мстислава он схватил одну дорожку покрывавшую пол и откинул ее в сторону под ней на половицах был выжжен рисунок ухты округлил глаза владимир от удивления а чё это виктор убрал вторую дорожку на окрашенных досках пола были выжженные следы от проволоки они образовывали пятиконечную звезду заключенную в круг полностью покрытый письменами внутри владимир присвистнул от удивления а вы дорожки не убирали спросил виктор с улыбкой посмотрев на него зачем неловко развел тот руками молодцы виктор пальцами провел по окружности мстислав выкладывал проволокой рисунок и пускал ток от этого проволока накалялась и поджигала дерево он квартиру хотел спалить нахмурился владимир почему не изолированными проводами пользовался изоляция не даст мощного электромагнитного поля а мстиславу она и надо было виктор поднял голову все правильно люстра оказывается в центре рисунка а под нами еще четыре этажа это виктор задумался ось предположил владимир точно это и есть флейта крысолова чего не понял владимир а тот приборчик только его часть затороторил виктор выдавая свои догадки наверное он был двигателем который запускал процесс вот поэтому та старушка и видела зеленое сияние в своей люстре и проводка быстро износилась потому что испытывала сильные нагрузки под мощным электромагнитным полем погоди виктор выпрямился и осмотрел рисунок с высоты своего роста я уже это видел выдохнул он это же наколка на руке эрегона кого продолжал недоумевать владимир сектант который дал книгу мстиславу я смотрю ты в это дело уже с головой влез усмехнулся владимир смотри пол выжжен насквозь он носком туфли задел кусок половицы который оказался между жженными линиями половица дрогнула и отстала от пола виктор поднял взгляд на владимира у обоих одновременно возникло чувство вскрытия тайника виктор осторожно поднял кусок доски под ним оказался спаянный пакет с тетрадью внутри вы когда по комнате ходили не чувствовали что пол под ногами ходуном ходит выдохнул виктор так в обуви ничего не чувствуешь а разуваться в квартире вас не учили на себя посмотри владимир кивнул на ноги виктора тот и сам был в своей уличной обуви ножницы дай владимир с ехидной усмешкой протянул ему ножницы едва тетрадь оказалась в руках виктора как из нее посыпались листы не понял произнес он листы без пар владимир наклонился и стал собирать исписанную бумагу виктор поставил перед диваном столик на котором некогда была обнаружена флейта крысолова и на нем с владимиром вместе они начали собирать листы обратно это получается сказал виктор мстислав вырвал несколько листов а что это такое владимир стал бегать глазами по неровному размашистому почерку написано неразборчиво но прочитать можно что неразборчиво забыл как врачи пишут ты амбулаторные карты не трогай это уже классика усмехнулся виктор мне кажется это дневник или журнал но почему-то мстислав не хотел чтобы эти листы видели непосвященные а тогда смысл тайника не знаю может есть еще один где они и лежат ага и сокрыт он гораздо лучше усмехнулся владимир читаю же книга которая попала ко мне в руки бесценная из нее я почерпнул много полезного но самое страшное что эта книга написана в тайном обществе у бога великое чувство юмора я искал ответы в науке а нашел магию эксперимент с тетраграмматоном дал неожиданные результаты в люстре появилось свечение а проводка заискрила но это быстро прошло эксперимент с печатью соломона также показал специфический отклик флейты крысолова и это само по себе изумительно я много раз слышал что для создания поля необходимо колоссальная энергия мощности а с не хватит для создания сильного электромагнитного поля но я верил что достаточно просто вступить в резонанс с пространством чтобы разрушить мост созданный из железобетонных материалов достаточно роте солдат пройти в ногу их шаг попадет в резонанс с вибрациями моста этот разрушится так и вселенная в ее основе лежит электромагнетизм и чтобы влиять на нее надо иметь прибор электромагнитного воздействия зачем писать вилами по воде если можно писать карандашом по бумаге и у меня такое стало получаться тут он описывает что и как делал произнес виктор надо искать последний эксперимент вместе с владимиром они стали перебирать вырванные листы нашел сказал виктор схватив один из них два дня ушли у меня на подготовку все мои предыдущие наработки позволили мне вывести нужную схему задействованы все модули наверное надо будет прикупить еще пока только пробный запуск посмотрим что получится но в этот раз шанс повлиять на материю у меня очень высокий с богом руки дрожат надо писать но я не могу в голове нет ни одной здравой мысли все мешается сердце вот-вот выпрыгнет из груди но это немыслимо что там с нетерпением спросил владимир когда виктор перестал читать продолжение где-то здесь виктор склонился над выпавшими листами вот все модули заработали очень сильное свечение отрезка разрядов просто оглушает я еще перепугался что могу перебудить всех соседей но потом совсем о них забыл сработало после долгих лет проколов и неудач есть результат даже такой какого я не ожидал пентаграмма светится раскаленной проволокой от люстры идет светящийся стержень делаю вывод это либо эфир либо плазма их возмущение а над звездой возникло что-то невообразимое я сначала принял это за картину как-то не совсем естественно это все и только с пролетевший мимо птицей я понял что это реальность но она какая-то странная не знаю как объяснить но это совершенно иной мир я сделал шаг и оказался на склоне горы это потрясающе самые прекрасные горы которые я когда-либо видел покрыты девственным лесом а внизу у подножья у реки стоит деревушка здесь нет воздуха вернее он не такой он намного слаще и более питательный что ли очень сожалею что не обладаю даром красноречия на бумаге не могу передать то что передо мной было в этот чудесный момент и как всегда мой триумф чуть не полетел ко всем чертям сгорел один из модулей портал пропал но я смог вернуться обратно сразу оказывается это как храповой механизм который крутится в одну сторону но заблокирован с другой оттуда всегда можно попасть в наш мир но из нашего туда нет пятый день тщательно перерисовываю все схемы может кому и будет интересно опять страницы нет виктор глазами пробежался по выпавшим листам не знаю кому вообще это будет интересно за долгие годы никто не проявил должного интереса к этой теме все что сделал я это сделал я тот кто найдет этот журнал знай его автор уходит туда хочешь открыть портал думай кто ищет тот всегда найдет виктор посмотрел на владимира а тот сидел совершенно отрешенным его пустой взгляд был направлен в одну точку а зубы нервно клацали грызя ноготь большого пальца не может быть выдохнул он после недолгой паузы так не бывает а это тебе что говорит виктор потряс выпавшими листами бросил их на столик и откинулся на спинку дивана громко рассмеявшись и чему ты радуешься владимир посмотрел на виктора совершенно не понимая его настроение ты не понимаешь сквозь смех ответил виктор это же просто и он вновь завелся в смехи не окончив фразу я то как раз понимаю сказал владимир вполне серьезно это стопроцентный висяк как я буду дело закрывать что мне прокурор скажет когда ему покажу эту хрень а ничего не говори виктор смахнул слезу забыл о ком дело да никто тебя и не спросит о мстиславе думаешь директор он дорог он наймет другого продавца а с артемом наверняка свяжется сам мстислав бред какой то вздохнул владимир это не бред зато я вижу человека счастливого который наконец нашел то что долго искал и чем там лучше недоумевал владимир зачем устраивать этот цирк с прыжками между мирами параллелями или как там еще ну ты сам подумай виктор постучал указательным пальцем по виску он же сам пишет что может вернуться в любой момент но делает это только для того чтобы уничтожить следы своего пребывания здесь и листы из журнала вырвал со схемами чтобы никто не смог пойти за ним мстислав просто не вписывается в наш мир здесь он изгой а там ему намного лучше забыл этот человек не от мира сего